Как вам можно выслать выписку? Можно в директ выслать, можно на электронную почту, можно на WhatsApp, на номер, который написан в шапке профиля. Сколько стоит диагностика у вас? Колоноскопия с гастроскопией под наркозом одновременно порядка 20 тысяч. Компьютерная томография с контрастом грудной клетки, брюшной полости, малого таза тоже порядка 20 тысяч. МРТ малого таза 18500, что ли, как-то так в этом роде. Как правильно сначала химию, потом операцию делать, либо наоборот. Зависит от того, какая опухоль, где она располагается, какой стадии, какие факторы риска, очень много параметров. Если опухоль относительно низкого риска, то лучше сразу сделать операцию, а потом по более детальному изучению опухоли решить вопрос, нужно ли добавлять к ней химиотерапию. А если опухоль очень высокого риска, если уже есть отдаленные метастазы, то, скорее всего, правильнее начать с химиотерапии. Проводит ли химиотерапию в пожилом возрасте 80 лет? Как она переносится? Чаще всего не очень хорошо переносится, поэтому если прям нужно-нужно проходить химиотерапию, то либо уменьшают дозу, либо не применяют такие тяжелые препараты, а более какие-то легко переносящиеся препараты. Но в целом есть пациенты, которые проходят химиотерапию в пожилом возрасте, но не поголовно, конечно. Как хорошо, что вам 37 лет, значит, лет 40 еще будем иметь возможность лечиться у вас. Я на это тоже надеюсь. Здравствуйте, вы скоро уходите в отпуск. Кто будет вас заменять? Я планирую идти в отпуск где-то в 20-х числах июля. В это время выйдет как раз из отпуска второе отделение нашей клиники, заведующий этого отделения Сергей Константинович Ефетов. Это тоже талантливый, очень хороший хирург. В первую очередь, конечно же, хирург-онколог, который имеет просто огромный опыт лечения рака прямой кишки, рака толстой кишки. У него есть даже свои методики, разработанные на этот счет, поэтому меня заменять, ну не то, что меня заменять будет он, он будет продолжать работать в клинике, пока вот второе отделение, где чаще всего оперирую я, врачи уйдут в отпуск. Поэтому у нас как бы смена состава, нет такого времени, когда прям совсем никто в клинике не работает, обязательно одно из отделений работает. Инна Андриевна, добрый день, скажите, пожалуйста, если у меня давление бегает, можно ли сделать химию? Это вам надо с кардиологами поговорить. Если разрешат кардиологи делать химиотерапию, то, конечно, надо. Продолжение следует...